Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Великолепно ставится. Быстрые контратаки на быстрые прорывы, в частности, по флангам. И левые, и правые используют. А вот когда дело доходит до позиционных атак, возникают, ну, прям не то чтобы проблемы, да, но определенные трудности. На Ярце удар в ближний угол. С ним Штепа справляется. К Михаилу Штепе сегодня никаких претензий. Он здорово играл и в пропущенных мячах ничуть не виноват. 58-й Олег Дмитриев, номер 34. Алихан Шаваев рядом с ним под восьмым номером. Руслан Магаль, 28 на его спине. Роман Акбашев, первый опасный момент. Отдача. Ух, вот это да. Едва мяч не перепрыгнул. Владимир Асугробова. Пас назад, Кючин. Удар, поворот! В моем случае, как испытываешь какие-то эмоции. Это либо эмоции опустошения, если проигрывать, либо эмоции радости, если она выигрывает. Но потом Феррера хорошая. Но и еще раз давайте пожелаем здоровья Александру. Будем надеяться, что в игру он сегодня вернется. Один в один. Очень уверенно. Набор смяч в итоге отскакивает. Кламакин, Ламакин, назад. Феррера, ох ты! Сразу видно, аргентинец. С учением того, что, конечно, потеряла Волга, тоже это стоило сказать чуть раньше, своего главного бомбардира прошлого сезона. Напряженный такой момент. Да. Холоднокровными сейчас выглядели. Долго выцеливал Томас, но, видимо, так и не нашел свободных партнеров. Сейчас Лапшов едва не ошибся. Молодец Феррера. Отработал за себя и за партнера. И вынудился. Чуть глубже располагается как раз-таки на позиции Александра Зотова, который дисквалифицирован. Все-таки Егору привычнее, наверное, играть в последнее время под нападающим. А здесь здорово. Феррера прорывается по правому флангу. Аргентинец подает на дальнюю. Говорит Андрей Писенко. Прищепа по флангу у нас. Так, это Киртан. Такие сорокусы сейчас центра. Ну и Феррера довольно легко. От Кенальки то это обычно сулит. И все как у него не поражение в матче против Елис. Опять же, выборка слишком коротка. Четвертый матч в истории против Елис. Идеальная картина. В обороне отобронялись. Запустили диагонали. Вертикальную передачу вперед на быстрого промеса. На быстрого Шамара или там, может быть, все. Никомков это был. А Александр Ломакин. Именно он готовился к выходу и вышел. Ой-ой-ой-ой-ой. Не схватился за голову Феррера. Ну да, придулись. Удар, безадресный удар в направлении штрафной площади. Но по центру там кто-то должен подхватывать Феррера. Так получается по ситуации. Ну и Факел, конечно же, здесь, знаете, в этой ситуации. Несмотря даже на то, что Факел не мотивирован, по большому счету. Феррера опять же в штрафную площадь и не пошел Ермаков. Ну это все, конечно, домыслы, шутки, хребаутки. Ну а у нас здесь Херман Феррера с мячом. Ушел он. И это нарушение. А это желтая карточка должна быть. Да. Ну а что, ну? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует...